ДЕТЕКТОР ПРАВДЫ Нет. Хорошая ли у тебя память? Правда. Правда, хорошая. Пока вы на его территории всегда встречались. Вот муж скрестился. Перекрестился. Перекрестился, да. Что, Леша, есть шкаф у тебя дома? Маленькая квартира. Большой? Да, есть. Есть большой шкаф? Угловой, тем более, туда человек три, наверное, поместится. А ты ты откуда знаешь? Приходилось ли тебе водить машину в состоянии алкогольного опьянения? Да. Ой, как плохо, Вода. Не бережешь себя. Правда. А ты себя и других. Более того, да, и других, и своего ребенка. Потому что мне кажется, как ответственность не было. Ты была одна? Я была одна, да. Ты говоришь дочери гадости про ее отца, про Лешу? Да. Правда. А это Леша ей говорит? Это бывает как, допустим, и он говорит про тебя, да? Это не как гадость, а вот тут там, мог бы твой папа взять, встать и пойти с тобой погулять, а он вон посмотрит. Вот это Эктор Правда. Если тебе предложат однажды грязную, непрестижную работу, тяжелый физический труд, но за большие деньги, ты согласишься? Да, конечно. Правда. Хорошо. Сверху еще, конечно, добавил, чтобы мы поняли. Он уверен, да. Геннадий, ты случайно повредил чужой припаркованный автомобиль, предположим. Оставишь ли ты водителю номер своего телефона? Больше нет. Что значит, я не поняла, больше нет? Ну, потому что уже оставил и обжегся на этом. Ты часто плачешь? Ну да, довольно часто. Вот это да. С ребенком вместе. Правда? Неожиданно. Это же помогает перестать плакать. Я просто очень сентиментален. Геннадий, если твоя жена вступит в интимные отношения с женщиной, ты будешь считать это изменной? Да. Подожди, а как же мужские фантазии. Да нет, мне было бы обидно, почему ей что-то со мной не хватало. Детектор правды. Ты ведешь двойную бухгалтерию на работе? Да. Правда. Объясните мне, это как? Это что, что-то тебе в карман? Нет, не себе в карман. Это при участии руководства, скажем так. Ольга, ты вступала в интимные отношения в общественном месте с незнакомым человеком? Да. Как с незнакомым? Ну, имя-то знаешь все равно. Правда? А для тебя, чтобы он стал близким, достаточно имени, да? Нет, ну мы познакомились. Ты жалеешь, что родила от мужа, от Алексея? Да. Вау. Ген, ты остаешься в игре пока. Если сейчас Ольга отвечает на вопрос честно, мы поздравляем ее с победой. Если она отвечает нечестно, остается в игре с равным счетом Геннадий, и тогда уже подключаем Красноярск. Ты отдашь выигрыш мужу, если это потребуется, чтобы спасти ему жизнь? Нет. Не верю в свои глаза. Не верю. А я ушам не верю. Ушам не верю. Я бы рублю хоть жвачку. Не верю. Смотри, Геннадий смеется. Геннадий ликует. Во время любовных игр с женой вы используете продукцию из интим-магазина? Да. Правда. Даже Алена Водонаева вчера на «Детекторе правды» говорила, что ей это не нужно. Она туда не ходит ни глазком, ни ногой вообще не ступает. Если есть магазин, значит, кому-то надо. Геннадий, ты жалеешь, что женился на Нине? Нет. Это была ложь, которая сделала Геннадия проигравшим в шоу «Детекторе правды». И студия аплодирует Ольге. Она победитель шоу. Молодец. Оля, ну, пожалуйста. Тебе слово? Нет. Нет реакции, нет слов. Нет. Не знаю. Я поверила. Я первый раз вообще выиграла. От тебя слова поддержки Красноярску, потому что Красноярск рыдает просто. Геннадий. Красноярск. Я старалась, я тебя догнала. Ну, Гена, не расстай. Поцелуйтесь, пожалуйста, в доказательство вашей восстановившейся семьи. Это красиво. Детектор правды. Выиграй миллион на Радио Энерджи.